Варварские обстрелы, инфраструктуры и жилых домов России продолжаются, то есть она продолжает свой терроризм в полной мере. Конечно же, героические работы ведутся всеми службами украинскими по тому, чтобы максимально быстро предотвратить и преодолеть все эти последствия этих бомбежек. Извините, Саек, и у зрителей у наших, попрошу прощения, у меня еще немножко не отошел наркоз, потому что я была у стоматолога, и, кстати, вот опять же спасибо нашим энергетикам, которые восстановили свет, так как я не знала, после обстрелов будет в клинике свет, у них еще нет отдельного генератора. Но, видимо, благодаря тому, что рядом с стоматологической клиникой этой киевской нашей находится большой институт, клиника другая, где огромное количество операций проводится. Каждый, не просто каждый день, а вот каждую минуту, там распланирован конвейер, клинику практически сразу подключили, вернули свет, и, собственно говоря, вот и рядом те дома, которые там есть, они тоже получили свет. Вы знаете, я просто вот у вас хочу спросить, как вы считаете, что дальше будет? Украина не ломается, Украина стоит. Видно, что заявления Путина и Пескова направлены, их действия направлены на то, чтобы, вот они думают, что они будут бомбить Украину, а украинцы будут говорить Зеленскому, нужно идти на переговоры, потому что невыносимо стало жить холодной зимой. То есть опять тотальное непонимание Путиным, его окружением, украинцам и того, что происходит. Они не понимают, что вот этот девиз лучше без воды, лучше без света, лучше без тепла, но без вас. Что он сегодня основополагающий для всех, для всех украинцев абсолютно. Что дальше будет? Вот как будут развиваться события, как вы считаете? Это очень трудный вопрос. Я думаю, что на него не может по-настоящему ответить ни президент Байден, ни, не знаю, никто из мировых лидеров. Я думаю, никто, 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 не президент Си, никто. Я, знаете, вот если попытаться проанализировать, насколько украинский народ готов отстаивать свою свободу, свою независимость, свою землю. И даже не взирая на все эти ужасы, выстоять. Насколько я понимаю, украинский народ в своем большинстве на это готов. Насколько я понимаю, молодые люди к этому готовы. Это вот мои ощущения издалека, но так у меня же тоже достаточно частое общение с людьми, которые находятся в Киеве, не только в Киеве, а и в других местах Украины. Я чувствую, что это наоборот, это усиляет дух, это укрепляет нацию, если так можно выразиться высоко. А, конечно, впереди очень тяжелое, очень тяжелое испытание. Я думаю, что люди, которые говорят, что это закончится быстро, что быстро придет победа, что победа, она вот-вот. Я думаю, к сожалению, это не совсем так. Я думаю, что с моей точки зрения, я думаю, что людям надо говорить правду, что эта зима будет очень-очень трудной. Очень трудной, тем более, что враг, враг это понимает, враг будет этим пользоваться, враг будет именно бить по людям, потому что с украинской армией сделать он почти ничего не может. И он будет терроризировать и терроризировать украинское население. Вот так я вижу по меньшей мере самое ближайшее будущее. Если что-то, наконец, не изменится вообще в мироощущении и в понимании ситуации Соединенными Штатами Америки, Великобритании, вообще англосаксонским миром. Ну и еще, я надеюсь, континентальной Европе, хотя я на континентальную Европу возлагаю немножко меньше надежд, чем на англосаксонский мир вот в этой ситуации.